В летний период на территории оздоровительного учреждения работает детский лагерь. Здесь отдыхают и поправляют свое здоровье 200 ребят. Ирина Белоусова работает в этом санатории уже более 20 лет. Общение с детьми, признается женщина, один из самых приятных моментов в работе. Здравствуйте, дети. Что вы делаете, расскажите. У меня есть свои, когда день рождения. Задача врачей и воспитателей не только оздоровить ребят. На плечи сотрудников ложится большая ответственность за их безопасность. Ребят обучают, как вести себя при пожаре и с чужими людьми, как поступать в трудных ситуациях. Научить этому могут только компетентные сотрудники. На помощь работникам курорта пришли сотрудники правоохранительных органов. Они должны знать, вожатые и воспитатели, как, в какой ситуации себя повести. Это очень важный момент. Поэтому у нас сейчас люди все будут обучены. Мы очень благодарны тем, кто к нам сегодня пришел, потому что дали конкретные телефоны, куда обратиться, какие-то действия, как нам нужно будет сделать. Познакомили нас с нашим участковым, который здесь находится, присутствует. Полицейские рассказали коллективу о работе личного состава по раскрытию и профилактике преступлений. В ходе встречи подняли и проблемные вопросы, которые волнует медперсонал санатория. В первую очередь это проникновение на территорию курорта гостей без определенного места жительства, которые пытаются обживать подвальные помещения. Как выяснилось, эта проблема ежегодно решается силами участковых уполномоченных отдела. Рассказали полицейские о том, как себя вести, если произошло преступление. Во-первых, необходимо сообщить по телефону 02 случившимся, запомнить предметы преступника. Во-вторых, постараться, чтобы сохранность следов преступления была обеспечена. Это нам поможет в дальнейшем где-то примить ту же собаку. Вы знаете, да, у нас есть для этих целей. И немало, кстати, преступлений было с помощью специальных собак раскрыто. На территории Свердловского района с начала года было зарегистрировано 840 преступлений. Раскрыто лишь 35%. Полицейские считают, что исправить ситуацию поможет только тесное сотрудничество с населением города. Итогом встречи стало обоюдное желание поддерживать постоянный контакт сотрудников учреждения с руководством отдела для оперативного решения возникающих проблем. По мнению сотрудников полиции, подобные мероприятия помогут не только раскрывать преступления, но и повысить уровень доверия населения к полиции. Раиса Силина, Александр Пахомов. Новости сейчас.